Желающих попасть на прием именно в день Конституции оказалось немало. С 12 часов ановчан принимали заместители главы курорта, каждый по своему направлению. Многодетная мама Вера Разумная поделилась проблемой. Пока собирали нужный пакет документов, сменилась прописка. И теперь она не может получить земельный участок. Из-за адресной справки я не могу получить как многодетная землю, участок земли. Адресную справку мне не поделит, потому что я успела быстро выписаться. Ну я сначала выписалась, а потом начала собирать документы. Заместитель главы Анапы Анжела Студеникина настраивает подчиненных. Надо найти вариант, как помочь заявительнице. На сегодняшнюю минуту заявитель, чтобы избежать вот этой всей волокиты, понимаете, ну не дают ей справку и не дадут ее, вы же это понимаете прекрасно. Но на ту минуту, когда обратились в июле месяце, была же справка? Была, просто не хватало двух свидетельств о рождении. Пускай сдаст все документы за исключением вот этой вот справки. К нам придет пакет документов. В рамках этого пакета мы, я сам лично обращусь в МФЦ, если это, они говорят, в архиве, то значит они могут достать мне пакет из архива, снять ксерокопию, я ее заберу. Помощи ждут и от исполняющей обязанности заместителя главы по соц. вопросам Екатерины Боровской. Самая злободневная проблема на сегодняшний день – устройство в детский сад. Нам уже 3 и 2 года ребенку, мы не можем никак попасть в садик. Нас не берут ни на кратковременное, мы писали, группу, ни в садик мы не попадаем. Три года малышу исполнилось только в октябре. Попасть в желаемый детский сад в середине образовательного процесса нет возможности, но есть места в других учреждениях. Пусть пока чуть дальше от дома, но это реальный выход. Если вы хотите прямо сейчас, сегодня, завтра, в ближайшее время, 12 часов ребенка, мы можем вам предоставить место. Оно у нас есть. Вот сейчас уже можем этот вопрос решить. Оно у нас есть, это место в детском саду. Вам нужно только принять решение. По группе кратковременного. Вы сейчас тогда определите, каким образом, кто будет отрабатывать, и каким образом Светлана Михайловна потом свое решение уже озвучит кому. К главе города Юрию Полякову с самыми сложными вопросами, например, с многолетней проблемой затопления улицы Северной. Нужно решить раз и навсегда. И такое поручение глава уже дал специалистам ЖКХ. Чтобы узнать, как продвинулись коммунальщики, вызвали Анжелику Бузунову. Это вот наши жители, Анапские, по улице Северная 1. На чем мы закончили, когда вы поехали с Филимоновым, а прочистили пескоулавливатели, у нас был вопрос ловить воду на Кате Соловьянова, где они правильно сделали там что-то. Какое решение? Мы подняли на подъемку, посмотрели, где у нас ливневые приемники. Есть у нас такие, которые у нас закатаны в асфальт. Мы сейчас будем открывать, да, и вода будет там уходить. Давайте так, давайте поэтапно будем идти. Мы же далеко ни от кого не уходим. Давайте поэтапно откроем сейчас эти околодцы, то есть найдем, посмотрим, что будет. Дальше будем смотреть. То есть предугадать эту ситуацию. Прием граждан продолжился, и после шести вечера никакой предварительной записи не было. Людей отправляли на консультации по факту их обращения в администрацию.